Эй, ребята, всем привет от канал JoyWire, с вами снова Джо и вторая часть наших приключений в мире RimWorld с нашим поселенцем Невис, которая изо всех сил пытается выжить. В прошлом эпизоде она справилась с малярией путем самолечения различными травами и втираниями всяких жиж. У нее получилось выжить, так что разве есть что-то невозможное для этого персонажа? Мне кажется, нет. У нас осталось еще две пачки лекарств. Кстати, он ушел, он ушел. Мы его стабилизировали и он ушел. Все нормально. Я думаю, что мы можем сделать вот так. Так. Нет. Разобрать. Покрытие. Снять покрытие. Вот. И у нас будет еще немного ресурсов, потому что нам необходимо начать создание какого-никакого у нас склада. Нет, давай ты перенесешь. Да, спасибо. И поешь за столом. Отлично. Эх, моя девочка. Я не хочу склад делать очень далеко, потому что... Ну, это такое себе. Сколько у нас блоки песчаника? 49. Давайте сделаем что-нибудь типа такого. Да? Здесь поставим пару ловушек. Ну, да, типа... Типа такого. У нас нет дерева, конечно. Мы... Мы... Мы найдем. Мы найдем. Я думаю, с деревом мы все-таки сможем разобраться. Во, тут есть несколько созревших. Офигенно. И поставим здесь ловушки. Допускай, будут деревянные, наверное. Отсюда мы сможем выходить, а здесь две ловушки поставим. Для начала. Ну, этого будет достаточно, чтобы коцнуть противника. Хотя бы чуть-чуть. Большинство зверей умрет с двух ловушек. Возможно, голые поселенцы, если они не какие-нибудь там супермощные силачи, тоже погибнут. Тоже погибнут от двух ловушек. Я... Я пока что не распределил в какой очередности что делать, что приоритетнее, потому что я все еще уверен, что это влияет на настроение. Пусть она в первую очередь копается, если это делает ее счастливее. Меня это вполне себе устраивает. Что тут по деревьям? Может быть, еще есть что-нибудь? 96, 92, 83, 99, 60. Можно собрать. Вот. А у нас будет пара ловушек. И вот эту дверь можно оставить открытой. Здесь мы застроены. Если что, поселенца можно будет загнать внутрь. До этого, в принципе, должно быть достаточно для начала. Так. И сразу перенеси еще лекарственные травы. Спасибо. Так, у нас совсем плохо по еде. А ты хочешь кушать, да? Ты хочешь кушать, но у тебя есть еще время, чтобы собрать вот эти кусты. Перенеси. Спасибо. И приготовь. Отлично. Готовая пища все-таки лучше повлияет на настроение, чем жрать сырую. А теперь тебе жарко, да? Комфортно. Новое поселение, новая надежда. Интересный баф. Интересно. А, здесь сгнила эта обезьяна. Их можно складывать в воду. О, зачем я на паузу поставил? Здесь можно сделать свалку для трупов. И сюда складывать туши и обломки не сюда. Гнилые трупы. И они должны очень быстро витшать и портиться в воде, да? Нет? Не? Мне кажется, да. Может быть, нет. Проверим. Ну, по крайней мере, здесь труп не будет перед глазами находиться все это время. Так, что у нас по ресурсам? У нас есть еще немножко песчаника. Решает из-за расположения мелководное течение. Ну, портится. 92 из 100. Как только выгорит в ноль, исчезнет, да? Я правильно подозрю? У нас есть рис! У-у-у! Я думаю, у нас же есть дерево, да? Же есть, да. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Мебель. Хранение. Бочка для еды. Упс. Я совершенно не туда ее хотел поставить. Я хотел сделать так. 80 древесины. Офигеть. Ладно, надо будет разобраться со складом. 69, 84. 58, 55, 95. Можно собрать. 84. Так, я понял. Тебе нравится готовить, но мне нужно, чтобы ты срубила это, это. Перенесла все это вместе и построила новости мира. Кочевой рот собаки. Я не могу это читать. Так, давайте сюда складывать свежие продукты. А? Как вам предложение? Перенеси весь рис. Хатдэм! Ты посмотри. И он здесь испортится через 40 дней. Только потому, что здесь жарко, да? Но это лучше, чем он будет портиться на улице. Здесь он не на улице, здесь он просто портится сам по себе, потому что рис все-таки не вечная. Не вечная штука. А мы можем сюда складывать медикаменты? Ну, почему нет, кстати? Почему, кстати, нет? Растильное сырье, не листья мы туда не будем складывать. Как только проснешься, перенеси лещам нейтралы? Блюда еще 4 дня будут целыми. Гости прибывают. Можем ли мы себе позволить гостей? А сколько? Ну, давайте. Где гости? Два человека. Че умеют делать? Кровожадный подземник. Они же ничего не будут делать. Они гости. Они пришли отдыхать. Давайте сообразим какую-нибудь гостевую комнату. Че? У нас очень мало дерева. Но может хватить его, чтобы сделать комнатку, наверное, вот здесь. Типа... Типа гостевой. Не? 25. Должно хватить, кстати. И здесь будет гостевая комната. Область и... По-по-по... Производ... А, там же нужно делать кровати, да? Мы сделаем им... Кстати! Кстати! У меня есть неплохая идея. Это можно сделать настолько, что это будет даже эффективно. Пусть это будет для гостей. Ой. Это все будет для гостей. мы переставим сюда вот это. Это же должно б устануть им настроение. Ну, или как минимум приятность комнаты повысить. Так, тебе не дадут точно выспаться. Че у тебя по-нужному? Ты уже выспалась. Че у нас здесь? Так, ты куда по-нужному? А, ты будешь переносить. Хорошо. Я не против. Срубить созревшие. На столько... О, нет. Здесь целая куча созревших деревьев. Ну, нормально. Кстати, надо добыть вот эти стены из стали. Так, а ты можешь перед тем, как... А, ну, нет дерева, я тебя понял. Одобрею. Ну, в смысле, не осуждаю. Не осуждаю. Мне нравится вот это вот бросание еды. Во. А, че по спальне? Омерзительное, посредственное, вполне просторно, безобразно, грязновато. Вы шо, сволочь? Че ты делаешь? А? Одобряю. Давай сразу добудешь еще тады. Не-не-не. Ты уже начала добывать. Сруби оставшиеся. А можно они... Сука, дебилы. А, ну, потому что здесь стол находится. я не могу их осуждать. О, оружие. Ну-ка, далеко? Дубина из сланца. Ну, это уже не так далеко. Взять оружие. А потом добыть эти кусты. Хотя, надо ли... Нужны ли нам ягоды? А потом перенести индюка. Нужны ли нам эти ягоды? Другой вопрос. У нас же дохера риса. Ну как? 61? Они были недовольны вашим гостеприимством, им хватило вас сполна. Да пошли, вот, блядь, в жопу. Комната неплохая, я же старался. Петучи. Здесь грязно. Там, я думаю, там еще грязнее. Ну и пошли, бля, в очко. И еще я буду из-за каких-то дурачков там лепариться. В смысле уныние? Ты можешь успокоиться? Ох, подзалупная. Во, дуреха. Ох. Нам нужно сделать комнату для развлечений. Песчаник. Эээ, нам не хватит. Дикий лечебный корень? Ууу. 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 Надо будет не забыть. Надо будет не забыть, когда он созреет собрать его. Так, а ты можешь перестать боковать и добыть дерево? И нам нужно начать все-таки обустраивать внутри территории. Стол перенести на кухню и... А, кстати, смотри, дождь реально смывает всякое говно с улицы. Прикольно. У нас практически вырос свой лечебный корень. Так что нам уличный уже не нужен. О, одежда. шапка. Надо было раздеть того поселенца, которого я это... резнул. Тепловой удар. Ты что, гонишь? 35, дождь идет. Сейчас умрет еще. Я тебе говорю, сейчас из-за уныния еще поддохнет. Ну, кстати, если... если нет, шапка должна решить вопросы. где шапка? Она сейчас не пойдет за шапкой. Я забыл, где, куда она упала. Хер найдешь теперь. Господи. Я приблизительно помню, она в каком-то таком месте упала. О, да ладно. Да где? О, кабанчик мертвый. Я не знаю. Я не вижу. Блин. И дубинку, А, нет, дубинку, кстати, подняла. Теперь мы можем каких-то мелких животных вырубать, в принципе. Типа крыс там каких-нибудь, наверное, можно с ними рубиться. А куда шапка-то делась? Вот она. Вот она, вот она, вот она, вот она. Че тебе надо? Без одежды, неприятное место. Нормальное место. У тебя нормальная спальня, в смысле ужасная. У тебя там нормально все. Я думаю, шапка ей не поможет. Но шапка поможет от жары, наверное, да? Она снимает чуть-чуть с жары. От холода, от нагрева. Броню какую-то для головы делает. От холода только помогает. Э, плевать. и у нас есть кабанчик теперь. Так, давай ты его разделаешь. и перенеси древесину. Грузовые контейнеры. Шо там? косяк дыма листа. Вы же так сильно хотите подсадить меня на наркоманию? Не, ну вообще тема-то хорошая. В смысле? Блядь, не наркомания, а... сука. Вы меня неправильно поняли. Ими можно... Блядь, я хотел сказать, что ими можно торговать. Это еще ужаснее. У нас есть дверь из мрамора здесь. Большая стела из мрамора. Урны. Урны поломанные, колонны. А-а-а... Да... Давайте разберем здесь эту хрень. Ну, по возможности. У нее, в принципе, сейчас хорошее настроение. Она любит копаться, разбирать всякую хрень, копать, там, и прочее. Пусть займется. Ну, вообще, да, жара, конечно, безумная наступила. А у нас что по коже? 21,5 и 13 и еще 11. Может быть, мы можем эту кожу превратить в лоскуты и... Неподходящий температура. Да я даже не сомневаюсь. Повязка на ухо, ступни, рука-крюк. А прикольно, много, кстати, добавилось. Выковать нож. Ты можешь изготовить лук? А может, изготовить себе лук, у нас будет дальнее оружие. Плохой лук, но... Как бы, да. Че еще за... Блин, Рэнди, успокойся. Золото? Ты че гонишь? Да нас же прикончат. Он специально поднимает наш уровень богатства, чтобы... Мы вообще в дерьме 7000. А, черт. это хорошо, конечно, еду на улице оставлять, я не против. Свинины испортятся через день. Зато у нас есть чертово золото. Вот офигенно вообще. А давай ты что-нибудь приготовишь из свинины, как тебе предложение. А давай еще приготовишь. А, все? Блин, а там осталось чуть-чуть. Сделай еще одну штуку. Все, 6 свинины в принципе не так страшно. может быть здесь сделать типа место для блюд. Сделаем здесь маленький склад в одну ячейку, где будут храниться простые блюда. Все, отменим. И здесь будут простые блюда. Что ты делаешь? А? Окей, 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 пусть занимается. Я думаю, она сама сообразит перенести, если мы здесь приоритет сделаем повышенное. Что это за крик был? Е-мое! У нас есть Индюшка. Спасибо большое Пуме, которая продолжает нас кормить. так, подожди, а ты можешь перенести блюдо? И вот это. Оно может меньше будет портиться внутри здания? Я понимаю, там безумная жара, 28 градусов. я не осуждаю, я полностью понимаю. Я знаю, что склад лучше обнести стеной, там, и... Здесь ветряк надо бы поставить, на самом деле, и сделать нормальный склад. да, наверное, можно сделать так. У нас нет компонентов, но их можно будет отыскать сейчас на карте. Здесь наверное где-то рядом что-то есть. Я боюсь, что пума на нас нападет, когда мы будем там сейчас копаться. Косяк дыма листа пришел в негодность. Оно того стоило, деточка. подожди, а почему? Плевать. Даже не хочу разбираться, почему она милишную дубину выкинула и поменяла на лук. Ё-моё, посмотри, сколько у нас будет сейчас гранита. Это же гранит? Охренеть. кто-то кого-то убил. Пума опять кого-то замочила. Я понимаю, это не самая интересная работа переносить всякий мусор, но это нужно сделать. А еще мы можем уменьшить эту зону, но при этом так, давай все, забей, забей. итак, большое спасибо. Так, нам нужны компоненты. А, она будет по куску железа таскать. Вау, просто молодец. Где компоненты ближайшие? Я видел вот здесь, может есть что-то поближе? Nope. Сколько осталось до исчезновения трупа? Чуть-чуть. Но все-таки они будут исчезать здесь. Так. Ну, это еще дальше. Наверное, вот эти. Добудь. Сделаем ветряк. Сделаем холодильник. Прямо маленький-маленький здесь какой-нибудь. Или здесь? Здесь. А мы и здесь, и здесь не можем, потому что ветряк тут. Можно вот здесь сделать холодос. Здесь протянуть провод, здесь сделать холодос маленький. И даже большой. не суть. Сейчас что-нибудь придумаем. Мало пищи. Я даже не сомневаюсь. А этот склад мы перенесем сейчас куда-нибудь. Может убрать гостевую к чертовой матери и это сделать складом? Можно было бы здесь накрыть крышей. Просто потом опять убирать эту крышу. Херней заниматься. Вообще да, наверное это самый простой вариант будет. Построить здесь хрень. Можешь построить и построить здесь крышу. Ну сруби емое. Че как в первый раз. крыша. Все, ничего больше не мешает. Аж сделает крышу, да? Одного блока должно хватить, чтобы она не упала. Оно все равно расположено на улице, но это мы занесем, допустим, на склад, а всякие камни и прочая хрень, она хотя бы от осадков прикрыта. Или нет? Или здесь можно отгородиться? На самом деле, на самом деле, здесь можно закрыться стенами и сделать нормальный склад. Или нет? Да у нас ничего важного нет, на самом деле. Золото не портится, камни не портятся, кожа, это просто плевать. И свиной кожи, что мы свиные трусы сделаем? Не, вообще можно. Ну как хоза, хоза, насколько это важно на данный момент. Пума продолжает. Пума и Варк ходят и просто вырезают всех зверей. Я только и слышу визги всяких морских свинок, черепах и прочих чувачков. Мне страшно. Нужно делать отдельную комнату для кухни. Прям сто процентов. Оплачиваемое насилие. Вождь Гоболи Сельдь, лидер фракции кочевой рот собаки просит вас спасти один из ее караванов. Караван атакован недалеко от поселения. На него напали пираты из фракции партия бандитов. Сельдь хочет, чтобы вы отвлекли сигналом вражеских пиратов от каравана на себя. Группа пиратов состоит из одного бродяги. Придут пираты продвинутые компоненты серебро пси тренер слово доверие его способность пси способность перед необходимости передовые медикаменты. Это все хорошо, но нам вот сейчас надо продвинутые компоненты серебра. Типа разобраться с одним противником не так страшно, но надо ли? Ну давайте возьмем за передовые медикаменты, почему нет? Мне нужно куда-то идти или они сюда придут? Я вот этого только не посмотрел. А, рядом с нашим поселением. Если примите задание, пираты будут в поселении через полтора дня и придет один противник. Мы его встретим здесь, постреляем из лука, может быть раним и может быть он погибнет на ловушках. Если нет, будем убегать и стрелять и это все, что мы можем сделать. О, вот это хорошо придумала. Подожди, подожди. добыть этот кусок тоже. Нет, и перенеси. Блять, ты что что делаешь? вот они, бандиты. Там один бродяга, да? Есть, у нас есть ветряк. Подземный кабель здесь. дальше обычно заведем сюда. Да, я все-таки думаю здесь сделать холодильник. Так, что там за бродяга такой? Охренеть, он с дробовиком. Дальний бой 9. Строительство 11. Может делать все. Еще неплохой кулинар. Ему 97 лет. Катаракта, слабость, тетросклероз, тяжелый. Он очень хреново все, блядь. Это был бы отличный колонист с офигенными статами. 97 лет. Мы можем изъять у него органы. Можем его раздеть. А, блин, за что? Он реально неплох. Ну, черт, да, да, е-мое. залупа. Он пошел на штурм. Так, ну, с богом. Встань здесь. установить оборонительную позицию. Пусть она будет здесь у нас запримечена. Так, ну, чего, посмотрим. У нас сколько стрельба? 5. У него 9. У него дробовик. У нас огромная дальность на нашей стороне, но если он выглядит из-за угла, как бы эта дальность нивелируется абсолютно. Он будет сквозь стену идти? Посмотри, это мод и йо-йо комбат. они типа крутят оружие. Смотри, что делают. Смотри, как красуется. Ох, зараза. Не надо. У него лучшее оружие. Пусть заходит. Офигенно! Еще один налет. Ты что гонишь? Враждебные аборигены из Франции Дуевел Вега. С ножом. 21 год. Плохой медик. Противный голос подземник. Еще один подземник. Какова вероятность того, что все кто к нам приходят подземники? Есть! First strike baby. Он сдох? Он сдох. Жаль. Так. Возьми себе дробовик. трупы людей. Мож перенести его сразу. Спасибо. Ну у нас есть дробовик. Черт возьми. Пусть Невис отдохнет. Идут на штурм. Там есть еще вторая ловушка. Если она не сработает, тогда буду будить Невис, ставить ее в проход и посмотрим. Не хватило. Ладно. Невис твой выход. Еще разок. Давай детка. Еще разок. Я умоляю. Фух. Да сука, это блять Тайсон настоящий. Ни одной тычки не получила, да? Только тепловой удар. Невис, ты молодца. Раздевай. 24. Я понимаю, это полное дерьмо, но ты хотя бы не будешь чувствовать себя голой сейчас. Че там по 7 часов? Че по статам? 7 кулинария, животноводство 8, искусство 9. Может делать нам, кстати, картины и статуи и прочая хрень. Медицина 5, запасной медик неплохой. Животноводство может бумалопа к нам притащить и мы будем биотопливо получать. Противный голос? Это конечно да. Это конечно да. У нас есть дерево? У нас есть дерево. Давай построим из дерева кровать. мебель. Это будет тюремная комната и мы сейчас пол там сможем покрыть из гранита или другого камня. Нормально будет. Нормально. Так, давай кушай, а потом захвати. Невозможно захватить недоступных свободных кровать. А, я понял, извиняюсь. Зря быканул, я забыл построить комнату. Так, она истекает кровью изо всех сил, понимаешь? а можешь стабилизировать? А, и, наверное, сложность вербовки 7-6 без лекарств сойдет. Огромная потеря крови. Снова может сходить. Отлично. Поослаблять сопротивление, пусть будет. Вещи мы все сняли. Темно. Это проблема. Я согласен. Я согла спорить не буду. мы можем мы можем на стены светильник теперь располагать. Здесь. Здесь. И все-таки необходимо, наверное, начать делать чертову. Так, сколько у нас гранит? У нас дофига гранита. Давай сделаем хорошую тюрьму для начала. Покрытие. Плита из гранит на плитка. У нас не такая хорошая будет спальня. Да, хватить. Я не посчитал, сколько там. 49. Яйкс. Еще один налет! За что? Подожди, у нас активно... А, я понял. Это для вылета с планеты. Враждебные пираты из фракции партия бандитов расположились поблизости. Шрам от укуса. 11 животноводства. Никтофоб. А, боится темноты, обжора, не может заниматься простой работой. Лекарственные травы при себе, чуть серебра, футболка, штаны. Растеньеводство 4, ближний бой 7. Такой себе, как колонист. Ну, кстати, 11 животноводств было бы прикольно. Мы бы могли вообще всех здесь захватывать, вербовать и направлять на нашу сторону. Ну, как бы, блин. Это сейчас не приоритет, мне кажется. Какое поселение лучше? Ну, хм. О, у нас, кстати, я скажу так, у нас не построены ловушки. Откуда она будет идти? У нас есть время. Невис, извини, но у нас нет времени. На сон. Невис, я извиняюсь, но тебе придется немножко поохотиться. Что там по здоровью? Паум! Ааа, летал, к сожалению. Ну, ладно. Можешь сразу перенести? Я не установил мод с братскими могилами, поэтому придется трупы утаскивать сюда. О, капсулы прибыли. Крутые медикаменты. А мы можем их сюда складывать? А, я сделал, да, для всех медикаментов. Можешь сразу их перенести, пожалуйста. и в принципе вообще перенести весь мусор, который здесь валяется. Так, тебя можно назначить теперь на... А, надзор, ты назначена. Все, она сама справляется. Иди поразговаривай. Ну, а 0,6 плохие отношения, конечно, но у нас и не очень хорошая там спальня, скажу честно. Спасибо большое за передовые медикаменты. Это может спасти жизнь. Это прям на уровне спасения и не спасения. Я знаю, тебе не нравится заниматься переноской, но... Теперь у нас есть еще немного стали. Я просто хотел, чтобы она все-таки достроила. Так, уфу, я думал, что очередной рейд. Ты посмотри. В течение одного дня там было просто три налета. Приближается отчаянный беженец по имени Ковакс Ковакс утверждает, что лишился своего дома после недавнего нападения. Ковакс умоляет вас разрешить ему остаться в поселении на 9 дней, чтобы он мог отдохнуть и собраться в дальнейший путь. Взамен он предлагает помогать вашим поселенцам и сражаться на вашей стороне. Если он будет доволен, находясь в поселении, он может предложить присоединиться к вам. Он также может вознаградить вас за помощь в будущем, но никто не знает, какие у него истинные намерения. Этот беженец не принадлежит какой-либо фракции. Да давайте возьмем его. Привет, Ковакс, что ты умеешь делать? Он офигенный медик. Он хлюпик, но он быстро двигается, кстати, из-за этого. Он красавчик. Все, что он может делать, это медицина. Яйкс. Конечно, это такое себе, да. Можем ли мы его применить в каком-то русле? А что он еще мне делает? У него умственные труб 5? Ему нужна спальня. Ему нужна спальня. Давай строить комнату из гранита, что нам поделать? Вот отсюда можем строить. Я бы хотел, чтобы это был холодос, чтобы до него ближе всего было. Да, пусть это будет холодильник. Здесь можно сделать кухню в таком случае. Склад для еды. Я не рисовал член сейчас в виде схемы, но так получилось, сори. Так, и больше он ничего же не умеет делать. Е-мое. Как нам везет на полезных помощников? Не, в смысле он умеет делать некоторые вещи, но... Единственная его тяга это медицина и кулинария 3. Не умеет драться, не умеет ремесленичить, растеневодством заниматься. Умственный труд пятерка. Вот что у нас есть. Ну ладно. Восточно-конституционный доминион. Давайте паролим чуть-чуть. Партия Батлер. Социалистическое содружество Интистан. Слишком сложно. Зеленое содружество. Вау, найс. Ничего не попроще. Хребетаун. Поехали, е-мое. Так. Невис. У тебя еще не так плохо все по отдыху. Пожалуйста, построи ему комнату. Он, кстати, он может собирать растения. У него не получается собирать деревья, мать его. Так, давай ты не будешь общаться с заключенными, пожалуйста. Ты не будешь хирург... А, ну он хирург-врач лучше. Слов нет. Носильчик плюс. Работа, добиватель. Не надо. Рефил. Не надо. Повар. Не надо. Харвест. Да, можешь делать. Не надо. Садовод. Да. Копание. Дреление. Ладно, не надо. Фермерство, например. Да шо ты свернулась. Вернись, игра умоляю. Спасибо. Привет. Да, остальное пока не столь важно. Остальное пока не столь важно. Да? Ну да. Я бы хотел ему стол для исследований сделать. Еще мирный договор очередной. Как у тебя там по ощущениям? 76. Шанс вербовки 39%. Психологическое сопротивление 19.4. Время между побегами 96 дней. Почему не строится пол в этой комнате? Я тоже не понимаю. Так, я могу теперь с Невис снять... Харвест. И садовод. И фермер. Пусть этот чувачок занимается. Теперь у тебя есть более важные дела. Отлично. У нас нет еды? Так, а ты молодец, конечно. Я ничего не хочу сказать. Готовь еду. Ты можешь закончить с одним? Можешь сделать... Ты... Блин. Можешь не бесить меня и сделать крышу. И соорудить... Что, там недостаточно провода все еще? Найс. Активно... Гости... Не, я пока не хочу принимать гостей. Активное новое задание. Нам удалось перехватить сообщение о схроне. Не, мы сейчас не пойдем в рейды. Пожалуйста. Давай закончим со спальней. Построй копию. А, блин. Я хочу сделать здесь кухню. Наверное, сделай здесь кровать. Я не хочу, чтобы слишком далеко спальня была расположена, в том числе. Мы можем сделать здесь еще одну спальню. Типа такого же плана. Я надеюсь, нам хватит материалов. Я не посмотрел, из чего сейчас будет готовиться. Если хватит, мы... Мы в шоколаде. Опа. Ты... Вы можете? Они все заражены, так что их в любом случае надо все срезать. А, зараза! Ты можешь срезать, да? Чтобы не распространялось на лечебный корень хотя бы. Комната очень странной формы, и мне плевать. Вообще, да, наверное, лучше сделать нормально. Хреново оно само получается. Ты, зараза, поставь. И построить вот здесь еще одну копию. Невис, я тима... Поток брони ковакс. Потому что он спал на улице. Я не спорю. Я тебя полностью одобряю. Я бы тоже взбесился. А потом построим у кровати все-таки. Я бы его вырубил, но... А, она уже строит. Все, спасибо. Что у тебя за проблемы по пять кусочков дерева таскать? И у нее тоже припадок. Да, еб твою! Ооо! Ё-пизды, получил. А-а-а-а... Я... А-а-а! Ему отгрызли средний палец левой ноги! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о... колок сравнивают сына аллигатора с грязным осьминогом кавакс громко поднимает насмых навыки растеневоства племянника аллигатора это выводит аглик аллигатора из себя и он лезет в драку и отгрызает этому придурку средний палец левой ноги о господи мы можем установить деревянный палец левой ноги придурок мать его он же не истечет там крови дебилы мать его ёпт я такой жести давно не видел я такой жести давно не видел как тебе без левого пальца ноги блин аллигатор не особо не особо умело используют ее зубы же я средний палец левой ноги а стерва шикарно просто шикарно нет слов нет слов так и все таки да у нас есть электроэнергия теперь прекрасно кондиционер холодненький я давно так не смеялся божественно это такая дичь нам нужна еда они у нас все еще есть рис и все же у нас есть дробовик и мы можем поохотиться эту комнату мы можем кстати закрыть теперь зачем здесь еще один кусок стены и я явно не просил строить копию ну ладно оба метеоритный дождь аллилуйя золотая руда очень далеко спасибо пока не надо а все вы теперь друзья а у аллигаторы вообще никаких проблем жизни у них очень жарко в комнатах может быть поставить испаритель на вес как у тебя там по по отдыху нужны материалы древесина сейчас найдем сейчас найдем без проблем а мы можем изготовить ему типа деревянный палец зубной протез глазная повязка стальная рука деревянная ступня деревянная нога нет жаль вы же было бы прикольно что нужно чтобы шить тунику 60 какой-то ткани черт а можно на него не тратить нормальные лекарства да не не на он на 7 дней здесь он скоро уже покинет нас до 17 7 и все же я тебя просил перенести передовые медикаменты почему а сюда только лекарственные травы можно чёрт яйкс оружие а чё там я понял не мы пока попользуемся дубовиком пожалуй а ты можешь нужна сталь и три компонента у нас здесь есть сталь а компоненты до компонента придется добывать еще здесь есть сталь разобрать так это ты молодец можешь добыть компоненты ты просто молодец у тебя еще от этого настроение поднимается молодца ах какая же молодец так пожалуйста только не драй рейд о задание даст жара заплату герцогиня галла мера из фракции оранжевый империум желает протестировать одно из особых орудий своего корабля если она это сделает жара будет иссушать хребеттаун и ближайшие окрестности на протяжении 7 дней нанося вред посевам животные люди оказавшиеся вне охлаждаемых помещений могут погибнуть поселенцу нужна помощь почему отравление зачем зачем вы травитесь как это вообще происходит а можешь перенести ягоды спасибо аллигатор в ярости потому что ее никто не кормил конечно же нэвис а можешь спрятать не стреляй да ёптвоё ну что она уже раненая добивай я даже не сомневаюсь что она сейчас вырубится ну смысле сейчас нэвис получит просто ляликов или аллигатор там я отгрызет член или еще чего-нибудь потому что у аллигатора уже есть опыт есть ранение есть пробитие ушиб готова отнести в кровать ей надо сделать нормальную спальню конечно она бесится столько наверно должно хватить чтобы можно было туда свет организовать ты можешь вылечить сразу я все отвратительная спальня отвратительное вообще все я я полностью это понимаю и не осуждаю ссори за дробь это я я пытался этого не делать давай ты проснешься и в этой комнате сделаешь все таки напольное покрытие должно же хватить гранита да по идее 122 еще посмотрим вот трейдер но у нас нет маяка для торговли меня очень огорчает вот это вот это на улице меня огорчает очень вот это раскиданная еда меня огорчает вот вот это не собранная здесь ладно мы все перенесли вот это меня огорчает вот вот это в частности вот дерево недобытое меня огорчает тот же чел назначен только дерево собирать тем не менее он уходит куда-то на улицу а потом он нахрен в обморок падает вот здесь созрела еще пара деревьев вблизи вот 33 градуса охренеть почему а потому что дверь сломана безусловно каждый раз каждый раз когда происходит загрузка у меня просто страх приближается отчаянный беженец по имени дан дан утверждают что лишилась своего дома после недавнего нападения на 10 дней я яхоза нам пока ковокс охватает на самом деле но мы можем наверное и организовать еще одно место спальня сюда можем поставить вторую кровать но будет типа барак к разница они все равно и так сходят с ума хуже уже не будет меня это поднимет ценность нашего посильнее он через сколько уходит активные четыре дня еще а через пять дней гости отправляются он весь лечебный корень зафакатом чё он опять в обморок упал чем он травится смысле неопытный у нее опыта уже нормально ладно 5 в кулинарии аллигатор то не травится аллигатор палец отгрызла другому человеку вопросов не имею поэтому она не травится а можешь можешь еще приготовить пожалуйста пока ты не не совсем отъехала спать спасибо 5 батин сквозь стены рыгает за мат извини конечно так вот эта штука почему не построена у нас не хватает стали да почему тебя такое хорошее настроение раскаяние теперь у тебя будет плохое настроение раскаяниться закончилась голод у кого так иди поешь утки у нас есть халявное мясо где где утки охренеть а чё так много вау это же офигенно ты посмотри я бы хотел сказать что есть смысл в том чтобы оставить уток абсолютно абсолютно никакого нахрен утки бесполезные придурки ладно спорить не буду они наверно несут яйца и может быть яйца нормальная пища тогда ты давай будешь атаковать давай смысл да навис нормально питомцы забить всех никакого лечения навис у подожди подожди задание доступно дезертир чё так много киасри ну стёп бежит и зовет на помощь его преследует отряд военной полиции оранжевый империум за дезертирство он хочет присоединиться к вашему поселению располагает информации об иван посте в котором можно найти нейро фармер пси связи один пехотинец его преследует и мы испортим отношения с оранжевым империумом если не ошибаюсь оранжевый империум это вот это соседнее поселение куда я поторговать хотел пойти да вот это содружества верилиум нет а кто тогда содружества кочевой рот собаки хочу их рядом не то что ли содружества леопарда я что ретардит я не могу найти их вот они оранжевый империум это это основная эта штука ключевая это основа не с ними не надо связываться да и давай ты не будешь типа по одной штуке добывать и бегать туда-сюда это вообще отсталая штука и пик перенеси сразу спасибо пенс ты можешь теперь построить наконец-то ебой у нас есть холодильник область склад повышенный приоритет без гнилья свежая никаких снарядов компонентов прочь хрени наркотики не надо нам растительное сырье пусть будет каменные блоки нет древесина вот это вот всю шляпу не надо предметы не надо обломки на трупы животных можно блюдо продукты стиль не надо только медикаменты отлично навис перенеси медикаменты вот этому уберем вот это мы переставим сюды пожалуйста фух вроде не рейд так навис и пока ты не спишь построил вот этот провод я понимаю что это долго так нападение нестор хумтх из оранжевый империум просит вас об услуге пираты из фракции партия бандитов повадилась нападать на его караваны нестор просит вас отправить им сообщение бросить им вызов чтобы отлечь их внимание на себя и разобраться с ними это можно за милость короны а давайте за репутацию во все появился свет теперь эта комната не такая убогая все невис легла спать все нормально усталость это все по уют а это хорошо так и и все же навис когда ты проснешься нам надо будет убить животных как это делается животновод да все она теперь может их забить это да это еда будет рваный одежда черт у нас у а да все я я же этого и ждал чего не у него только нож он ли книф ты хочешь напугать меня книфом так стопа блин невис мне очень жаль тебя будить у вас лучше его сейчас за херочет утки не не вроде овощи рубится сутками бабах бабах как дела метеорит с мрамором упал спасибо вот только этого нам не хватало и очередной мир заключен чё это а это метеорит падает красота впервые видел господи моя жизнь теперь не станет прежней готов опять в очередной раз мы убили нашего противника почему с 0 а улучшилась с 0 до 12 справедливо сейчас у навис еще сильно упадет на настроение из-за того что она посмотрела на кучку этих трупов а навис а можно тебя попросить чтоб ты скурила косяк бе это спасет ее психическое состояние смерть уток плевать просто плевать срочный перенос они жрут мою еду сволочь мелкий во навис молодец теперь я тебя попрошу разделывать удочек теперь у нас будет достаточно пищи так молодец и можешь перенести вот этих уток все хоть да успокойся хватит разделывать все я же сказал просто перенеси и забей ты посмотри разошлась как побег побег невис да ладно ты че гонишь оооо как же все сложно идет я не хочу простого начала я хочу страдать надо эту мысль отложить свои головешки 68 процентов куда она бежит а на чем мясо своровать решила охереть блять с этим поселением никогда не будет все хорошо я понял а ладно загрузимся ребята канал джоевая в джоне специально для вас загружусь а где я кстати закончил я сам их заставляю делать много у нас нет выбора если мы не будем спешить и делать четко свою работу нас очень быстро на кукан натянут сто процентов сто процентов где сейф последний ты представляешь он в ближнем бою ну блин я я не удивлен аллигатор уже отгрызла ему палец здесь без вариантов невис просто отдыхай пусть он режется там сутками а кстати другая идея другая идея расширить область один сюда питомцы область один пусть он рубится со всеми утками либо они его затыкают скорее всего они его сожрут на самом деле либо он их всех переубивает и это тоже нормально смотри его сейчас толпал уток просто захерачит царица гривен и листика откроем божественно семь часов шесть часов все готов кокс раздеть этого придурка офигенно умножил гасить его там уточки пиво сожрали того что блин они набухались пивом о я такого не видел я такого еще не видел перенеси пожалуйста все что можно здесь очерк невис че делаешь трупа надо в какой-то их хоронить бы мне мне нравится братские могилы для противников офигенная штука можно обычные могилы наделать я бы не хотел делать их очень близко навис как у тебя по настроению нормально да плевать как у нашего заключенного сытость нормально средняя боль ну да пока что будет болеть еще ладно мы вернулись норм я хотел прервать эпизод но тут тут так все неплохо идет давайте здесь сделаем кухню блоков гранита у меня больше не надо песчаника чуть-чуть яx а мы можем здесь где-нибудь гранита надо быть есть стали здесь а здесь в нижней части в пол пол наверное сделан из того что нужно пусть навис приготовит чё дел а молодца ой молодец и принеси эту древесину сюда и мы мы построим из древесины навис ты просто заинка его сейчас солнышко и давай ты построишь из дерева комнату чтобы тебя больше не будили вот это мы переставим все да да что можно было больше мест сделать 25 см и подожди стоп 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 я думал что это стул из дерева на самом деле сейчас сделаем табуретка из дерева представить себя ты как проснешься можешь вот это сделать как аллигатор этом сопротивление 13 1 в принципе аллигатор полностью выздоровеющим потому у нее все еще ужасная комната но не такая плохая как могла бы быть я бы хотел чтобы вы ребята что делаешь а ну ладно собери тогда эти пусть у нас будет куча медикаментов так сделаем стол у нас все еще есть дерево так что мы можем сделать стол и табуретку и построить прикроватную тумбочку посредственно вполне просторно безобразно грязно так а ты а ты не можешь ладно поможешь сделать крышу здесь пассыба и мы сделаем сюда лампочку а у нас есть ресурсы нет нету я понял песчаник есть может из песчаника остальное пол сделать но сколько хватит там нормально так и невис перенести уточек невис перенеси всех уточек спасибо все теперь точно норм ребята огромное спасибо за просмотр с вами был джонни специально для канала джо 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 и ваер рабо торговец из фракции давайте под конец посмотрим чем они хотят поторговать у нас здесь еще есть пара больших стел которые можно отремонтировать и для красоты зафигачить на территории и это будет неплохо это будет неплохо давайте посмотрим чем ребята торгуют и после этого уже с вами свернемся так невис у тебя по моему боль более менее подвешенный язык да покушай и иди торговать так мы можем продать аллигатора за 500 голды мы ее практически приняли уже как родную мы можем купить рабов полторы тысяч шестьсот не не можем да продадим косяк можем продать золото я подозреваю что золото может еще пригодится компоненты мы конечно же не будем продавать это все что мы можем сделать и надо какое-нибудь развлечение поселенцу тоже зафигачить дам нависом аж у нас нет блоков песчаника а чё у нас есть у нас есть сталь давай сделаем из стали мне не жалко сша Ребята, большое спасибо Это был Джонни Специально для канала JoyWire И наше зеленое содружество Вместе с Неви, с Коваксом Который нас покинет через Через два часа? Давайте дождемся Час Он уйдет или останется? Как думаете? Он ушел Беженец уходит Что не забудет, что вы для него сделали Ладно Спасибо большое за компанию Ты был интересным, братишки Спасибо Ковакс А может он свалит тогда нахрен И не будет спать в моей кровати? Не? Я бы мог его арестовать Прямо сейчас в рабство продать У нас, кстати, здесь штаны есть Все Еще раз огромное спасибо, ребята Вы просто замечательные Спасибо за поддержку Спасибо вообще за все Просто лучше всех Просто лучше всех Уже слишком поздно Чтоб я записывал сегодня еще Поэтому, наверное, следующие эпизоды Уже будут после моего возвращения Из Питера Если я Переживу его Тем не менее Я буду стараться держаться На связи В соцсетях В дискорде В твиттере Пишите Если что Кидайте демо Я стараюсь всем отвечать Потому что Я что, как эта звезда? Чтоб не ответить людям И не пообщаться Всего вам хорошего, ребята Это был Джонни Специально для канала Джои Вайра Берегите себя и своих близких Увидимся совсем скоро Всего вам хорошего, ребята Пока